Итак, студия Купол продолжает свою работу. У нас новый гость. Это заместитель генерального директора редакции газеты «Московский комсомолец» Сергей Иванович Рогожкин. Здравствуйте, Сергей Иванович. Спасибо, здрасте. Я знаю, что вы приехали к нам в Нижний Новгород на Всероссийский конгресс СМИ. Сегодня приехали? Вы знаете, я приехал даже позавчера. Вот как. То есть вы первый день работы форума застали? Я застал до работы форума первый день. Мы плодотворно очень работали с коллегами, которые, я должен вам сказать слова благодарности, очень серьезно готовились к форуму. Евгений Витальевич Муравьев, его команда, которая работает с ним в Министерстве информации правительства Нижегородской области. Вадиму Иванову, хочу сказать, тоже добрые слова замгубернатора, с которым мы давно еще вынашивали идеи вот этих слушаний. И они состоялись. Поэтому мы вот в течение, по сути, двух дней, так или иначе, выходили на площадку авторитетного, я хотел бы это подчеркнуть, Нижегородского форума. Ну а выход – это не просто выход, надо же с чем-то выходить. Я придумал очень хорошую, как мне нравится, фразу, что на Нижегородскую ярмарку надо приезжать с качественными товарами и не с просроченным сроком годности. Вот так. И какой же качественный товар вы привезли? Я думаю, что качественным товаром в этой ситуации была схема вот эта, которая прошла по России в течение шести лет. Я тут в известной мере как бы представляю еще, кроме газеты, еще и главного редактора МК Павла Гусева, как представителя комиссии общественной палаты. Я все эти годы был рядом с ним, как его помощник, как эксперт палаты. И мы вместе вот с Еленой Бережковой зам руководителя пресс-центра палаты готовили и местными друзьями. Значит, вот эти слушания. Значит, товар в виде хорошего, нормального разговора, откровенного между коллегами из СМИ, государственной власти, общественных организаций о том, что на сегодня происходит в сфере информации. Поскольку эта сфера, это даже не медицина, не захоронение, не образование, не пенсионный фонд, при всех важностях сказано, это кровеносная иммунная система общества. Если она работает нормально, общество живет нормально. Поскольку у нас проблем, увы, не убывает, то, соответственно, и СМИ чувствуют свою потребность в диалоге, с самими собой, прежде всего, и в серьезных оценках своего положения в обществе, с властью, с правах человека, свободе слова. Вот сегодня как раз состоялись общественные слушания. Как вам кажется, вызвали ли они интерес у участников? То есть журналисты были активны при обсуждении или больше слушали? Вы знаете, нижегородцы, к которым я себя тоже, в общем, отношу и никогда не исключал, поскольку родился в Нижнем, но в данном случае, я хочу сказать, люди очень, ну, скажем, просвещенные, состоятельные во всех сферах. Состоявшиеся. Состоявшиеся, да. И состоятельные, и состоявшиеся, да. Состоявшиеся, да, наверное, может быть, это лучше. И, в общем, народ очень внимательно слушает, не всегда сразу спешит высказываться. Но это вовсе не значит, что у него нет своего мнения. И поэтому то, что люди скажут по итогам этого форума о форуме в целом и о той его части, которая касалась СМИ, это, наверное, процесс ни одной передачи одного дня. Я предполагаю, что мнения будут разные. Что же касается вот того, что произошло, так сказать, на дискуссии о СМИ, то Володя Лапырин, наш добрый коллега из бывшей ленинской смены, комсомолки, газеты «Биржа» и ее многочисленных вариантов, он сказал гениальные слова, на мой взгляд, очень хорошие. Он показал на Гусева, Сунгоркина и Попцова, одновременно сказал, вы три богатыря российской журналистики, вам есть что сказать, и давайте будем говорить откровенно, вы откровенны и мы откровенны. Вот эта откровенность была, она была в регламенте двух часов. Во встрече принял участие губернатор, что я отношу к вариантам не комплимента в его адрес, а как к нормальному явлению вдумчивого человека слушать, слышать и как-то вот эту обратную связь ощущать постоянно. Мне думается, что Валерий Павлинович, ну скажем, каждый день задает себе сложные вопросы, связанные с оценками, которые общество дает, он ищет, я думаю, этих оценок. И вот здесь, в этой ситуации, он показал, ну, хороший пример. Человек, который хотел прийти сам послушать, как происходит ситуация. Не каждый руководитель, ну и потом это было неформально, достаточно неформально. Вот так я бы сказал по итогу. То есть он был готов услышать откровенные мнения, он услышал. Вы знаете, да. Но я еще раз хочу сказать, не надо себя в эту форму, как бы, так сказать, она красиво не звучала, ставить как в окончательную. Жизнь, она вот за павильоном продолжается и, так сказать, в этом смысле вот сейчас вот уже такой вот неформальный немножко разговор, губернаторы, коллеги его вели и ведут. Проблем много. Нам надо всем быть вместе. Я это говорю абсолютно осознанно, потому что общество переживает труднейший период. Я это не оговорился. И если мы друг другу не поможем, не пройдем его, не заявим какие-то новые подходы и не сплотимся, ну, видится мне, так сказать, это будет неверно, как минимум. А нижний норвот показывает, кстати, хороший пример всегда. Вот такой, знаете, солидарной российской какой-то силы. Не каждый день собираются походы на, так сказать, супостатов, но отсюда. Вы сегодня вспоминали, что купла заедина. Да, купла заедина. Все-таки, как вам кажется, вот насколько у нас налажено взаимодействие СМИ и власти в целом по России, в Нижегородской области конкретно? Удается ли нам взаимодействовать так, чтобы это шло на пользу общества? Вы знаете, я сегодня где-то на подобный вопрос пытался сформулировать свой ответ, и я его так примерно сформулировал. Ну, вопрос был задан, повторюсь, в этом же русле, но звучал вопрос о формуле взаимоотношений, формула взаимоотношений власти и общества, власти и СМИ. Вот где-то вот так формула, промельчу такое слово. Я хочу сказать, что мне понятней в своем состоянии жизни, опыта, возраста, да, слово ответственность, слово право, слово закон, слово конституция, которое очень редко появляется почему-то, вот, я догадываюсь, к сожалению, почему, вообще в обиходе российской вот такой десяти назад отлеснем, да и сегодняшней действительности, понимаете. Первая поправка у американцев. Ни один из законов не должен ущемить закон о свободе слова. Журналист, российский, нижегородский, что есть одно и то же, там, я не знаю, московский, любовь, он должен быть как доктор, иначе его работа может принести вред, а и она его и приносит. Вот вам и ответ на вопрос о взаимоотношениях власти и СМИ, и власти, и общества. На секундочку задаемся вопросом. Плоха ли власть? Думаю, что, может, она и не плоха, но если она вот эти годы не построила вот эту иммунную систему, то она себя обрекла на личную ответственность, отделенную от общества за то, что она делает, и на неподдержку обществу в тех действиях, которые она делает, какими бы порой хорошими они не были. А если бы мы были вместе? Мы же ведь удивляемся вот сейчас, как вот в Америке спроси там, кто будет следующим президентом. Тебе скажут, ты сумасшедший, да? Выборы покажут. В России мы уже говорим, кто будет следующим президентом. Поэтому СМИ, конечно же, ощущают сейчас, и я уверен, и будут ощущать неизбежно потребность в своем гражданском поведении. Вот ровно вот этой кодексной системе, о которой я сказал, или я журналист, и вы журналист, Леночка, и у меня есть правила, которые я не могу не исполнять, иначе я не журналист. Я должен вот так вот себя вести. Трудное время. В этом плане, я думаю, что у российских СМИ сейчас время трудное. И об этом, кстати, в докладе Гусева шла речь. Очень, я бы сказал, таких важных несколько слов сказал губернатор. Вот в части взаимодействия СМИ, общества, рефлексия. Мне он сказал интересно, недословно, да? И очень важно, как общество реагирует через СМИ на то, что делаем мы. Это важные слова. Некоторые в России живут, даже и не думая о том, что, так сказать, такая история присутствует. Но в сумме, я скажу так, российские СМИ сегодня переживают непростое время. И третьего, нет, уточняю, второго ноября произойдет заседание общественной палаты, которое Гусев анонсировал здесь. Оно будет называться СМИ России. Кому служат СМИ России? Власть или общество? Согласитесь, это для большого разговора тема очень сама по себе уже такая радикально откровенная.